Добрый день, мои подписчики, друзья и просто случайные зрители. Сегодня я посетил мемориальный воинский комплекс в одном из спальных районов нашего города. Он находится в этом укромном тихом месте, граничащий с парком и за городским подбищем, которое уже давно было. Этот комплекс был открыт 9 мая 1983 года. Архитектор Положий, скульптор Щедрова. Вот мы видим установлен монументальный памятник, символизирующий всех матерей, жен и сестер, которые не дождались своих сыновей, отцов и мужей из боя, то есть которые не вернулись с войны. Еще видим вот этот монументальный обелиск железобетонный. Снодвиги и слава ваши вечные в сердцах благоданных людей. Вот такой вот монументальный обелиск, ухоженный, покрашенный. Правда, вечного огня уже нет. Раньше здесь, в советское время, вплоть до 1992 года, был вечный огонь. Вот, проведен, подключен от 139-го школы. Деткруг, это колесо железнодорожное. Только сейчас я это понял. Раньше даже не задумался об этом, когда был школьником, пионером. Ну, и в самостоятельной Украине уже, когда были проблемы с газом, с поставками газа, его вечный огонь отключили. Вот, а дальше идут памятные таблички с захоронением воинов Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны. И офицеров рядовых, которые погибли в Афганистане, уже после Великой Отечественной войны. Вот, и захоронение производит, подзахоронение производится до сих пор. Последние, там, буквально уже в нашем 21 веке, в 14 году, подзахоронялись неизвестные воины, а также воины, которых идентифицировали, скажем так. Первая табличка, где похоронен техник и тендант 2 ранга, Ахрименко, В.И., погибший в 41 году. Клинченко, также погибший в 41 году. Здесь три неизвестных воина, подхоронены отдельно. Здесь Аземша, 18-го года рождения, когда погиб лейтенант Аземша, не написано. Здесь также три неизвестных воина, раз, два, три, четыре, четыре неизвестных воина. Здесь покоятся Григорьев, Всеволод и Голубь А.И., Чаишвили, Еремин. Здесь также три неизвестных воина, даже четыре, под разными табличками. Здесь похоронен в гвардии рядовой Австиненко, 63-го года рождения, погиб в 82-м году. То есть, скорее всего, он погиб в Афганистане, в 82-м году. Может, кто не знает, из молодых поколений, что с 1979-го по 1989-й год была война в Афганистане. И жители нашего города хоронили тоже солдат. И неизвестных воинов, и известных. Вот здесь похоронен рядовой Тараканов, в 43-м погибших. Здесь два неизвестных воина, здесь три неизвестных воина. Здесь рядовой Щербань и пять неизвестных воинов. Рядовой Кириллов, неизвестный воин, тоже неизвестный воин, три неизвестных воина. Здесь рядовой Песчаный и рядовой Онищенко. Здесь опять три таблички неизвестных воинов подхороненных. Здесь подхоронен Кабанец, 1900 года рождения. Здесь подхоронен Теркин и Вернберг, даже без инициалов. То есть только одну фамилию динфицировали. Здесь подхоронен неизвестный воин, рядовой Савченко и рядовой Артамонов. Здесь тоже неизвестный воин. Здесь рядовой Кошкин, погибший в 1941 году. Вот здесь табличка просто в кавычках рекордная. 26 неизвестных воинов. То есть где-то на обочине дороги или пристройке дома были обнаружены тела 26 неизвестных воинов. И перезахоронены на этом мемориальный комплекс под одной табличкой. Хотя вот здесь рядом уже похоронен всего лишь один неизвестный воин. Здесь два неизвестных воина. Здесь лейтенант Строкань, 18 года рождения. Здесь раз, два, три, четыре неизвестных воина. Потом идет рядовой Шевчук, погибший в 1941 году. Неизвестный воин. Потом рядовой Белоглазов и три неизвестных воина. Здесь также двое неизвестных воина. Здесь похоронены 10 неизвестных воинов. Под одной табличкой. То есть опять же в разные времена, в разные года сюда подхоранивались останки найденных после уже мировой войны. После второй отечественной подхоранивались останки солдат. Найденных при стройках, при разных обстоятельствах были найдены, привезены сюда. Здесь тоже два неизвестных воина. Рядовой стадник, погибший в 1941 году. Здесь неизвестный воин, здесь неизвестный. Здесь шесть неизвестных воинов похоронены. Здесь лейтенант Соколов, даже без даты смерти и рождения. То есть не идентифицировали. Здесь лейтенант Палачков и рядовой Бондаренко. Здесь неизвестный воин, лейтенант, младший сержант и рядовой Лобода. Кстати, на птичках. Рядовой Бибиков. Рядовой Ананин. Рядовой Перчук и пять неизвестных воинов. Здесь похоронено семь солдат. Один лейтенант Семенов и шесть рядовых. Матузенко, Шкваров, Тромаштейн, Галат, Фридрикас и Стаценко. То есть все были идентифицированы. Здесь также похоронены идентифицированные погибшие солдаты. Гвардии Старшина, Сержант и шесть рядовых. Мельников, Якшенов, Зыриянов, Лапчук, Афанасьев, Курнигин, Поспелов и Задорожний. Здесь также все были идентифицированы. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше было неизвестных воинов под захоронен. Уже прошло время и идентифицировать их было очень и очень сложно. Если те захоронения производились, скорее всего, практически сразу после войны, то здесь, допустим, неизвестный воин, неизвестный воин. То есть под захоронения суда в эту сторону уже самые из последних. Здесь три неизвестных воина, здесь два неизвестных воина, здесь неизвестный воин, здесь четыре неизвестных воина, здесь еще один неизвестный воин и еще один неизвестный воин. Чем позже подзахоранивали найденные останки солдат, тем меньше шансов было их идентифицировать. Четыре неизвестных воина, вот неизвестный воин. Рядовой Талалаев родился в 2007 году, когда погиб. Неизвестно, не указано. Рядовой Фетченко, 2011 год. Генерал-майор войск связи Чищенко, погибший в 61-м году. Скорее всего, он или погиб, или просто умер. Его подсохоронили сюда, решили. То есть генерал войск связи. Единственный генерал, скорее всего, который здесь, на этом мемориале, захоронен. Рядовой самофал в 43-м году погибший. И вот здесь три неизвестных воина. А здесь самые последние подзахоронения уже были, уже в нашем 21-м веке, всего лишь каких-то шесть лет назад. Одно из последних, это рядовой Лепченко, погибший в 41-м году. Да, найдены, наверное, из последних. Вот, здесь даже вот отличается, да, надробная плита. В этой могиле похоронен воин Красной Армии, погибший при обороне города Днепропетровска в сентябре 41-го года. И воин Красной Армии, погибший в боях за освобождение Днепропетровской области в сентябре 43-го года. Имена воинов неизвестны. То есть, уже в 14-х годах нашего столетия, уже идентифицировать было практически невозможно. Вот, вот надробная плита, где захоронено 9 неизвестных воинов. Погибли они все в сентябре 41-го года. И перезахоронены 22-го октября 2014-го года. То есть, буквально 6 лет назад сюда подзахоронили 9 неизвестных воинов, которых нашли при стройке какой-то, ремонте дороги какой-то или стройке какого-то жилого дома. Вот, и здесь подзахоронен также Гаврильченко Иван Григорьевич, который тоже погиб в сентябре 41-го года. А перезахоронен 22-го октября 2014-го года. То есть, практически через 75 лет, после того, как он погиб, он был перезахоронен на этом мемориале. А сколько еще солдат не нашли и не идентифицировали? Ну, время покажет. Время покажет. Вот такой вот мемориальный комплекс. Ухоженный, с плиточкой тротуарной. Вот, вечная память этим всем погибшим людям. Царствуем всем небесное. Треалы, посвященные захоронению воинов Великой Отечественной войны. Вот, никто не трогает. Слава Богу, все как бы в рамках закона. Вот, память остается в наших сердцах. Вот, просто торжественных мероприятий на 9 мая, как раньше, не производится уже здесь. То есть, раньше здесь стояли пионеры на 9 мая, над каждым надгробным обелиски отдаваясь. Салютировали, да? Погибшим с другого на 9 мая. Нет ветеранов уже, не практически, а вообще уже нет ветеранов Великой Отечественной войны в живую. То есть, они все уже, Царство Небесное, нашли покой, скажем так. Ну, тем не менее, чистенько, спокойно. Ну, тем не менее, чистенько, спокойно.